Внутренний туризм в Китае переживает бурный рост после отмены антиковидных мер. Регионы Поднебесные привлекают все больше путешественников. Иностранные туристы вернулись в КНР. Пандемия коронавируса осталась позади. А вместе с ней ушли ограничения для туристов. Открытые границы вернули жителям Поднебесной возможность путешествовать за рубеж. Но многие из них все равно не торопятся покидать страну. Лесные кемпинги принимают тысячи любителей отдыха на природе. Живописные уголки китайских регионов собирают гостей со всей республики. Социологи фиксируют бум семейного отдыха. В приоритете здоровье и разумная экономия бюджета. Модные экологические тенденции пришлись как нельзя кстати. Мы приехали в рабочий день, потому что в выходные здесь очень много людей. Поэтому мы взяли небольшой отпуск. По данным Министерства коммерции КНР, уже в первом полугодии 2023-го туристический сегмент стал самым быстрорастущим на китайском рынке услуг и занял на нем второе место. Объем торговли в сегменте превысил 650 миллиардов юаней, обогнав прошлогодний показатель на 65%. Каждой весной мы проводим фестиваль «Светение груши», чтобы привлечь туристов со всего мира. Также у нас проходят фестивали сбора урожая. Каждый год эти мероприятия посещают около 100 тысяч гостей. Это помогает развиваться сотням домохозяйств. Для жителей уезда Дехуа плодовые деревья не только предмет восхищения, но и источник дохода. Площадь, на которой выращивают местную разновидность груши, достигла почти 2500 гектаров. А годовой урожай составляет около 30 тысяч тонн. Его реализация приносит в региональный бюджет более 100 миллионов юаней. Когда к этому добавились доходы от туризма, у экономики региона появилось еще больше возможностей для развития. Традиционная архитектура также привлекает в китайскую глубинку немало путешественников. В древнем поселении Ицянь в провинции Цзэнси отлично сохранилось богатство и разнообразие исторической застройки. Это сделало небольшой населенный пункт популярным туристическим объектом. Экскурсии для путешественников проводит Ву Гуанчан, учитель средней школы. Его предки переехали сюда более четырех веков назад. Он хорошо знает местные традиции и любит о них рассказывать. Внутренний двор – очень важная зона в традиционном доме. Она обеспечивает доступ света, дренаж и вентиляцию. Очертания двора похожи на китайский иероглиф «возвращение». Это напоминает о том, что важно возвращаться домой, куда бы вы ни уезжали. Ицянь находится недалеко от горы Вуи, которая попала в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ряды старинных зданий с искусными резными украшениями повторяют изгибы речного русла и иногда по форме напоминают лодки. Благодаря плодородным землям и обширной сети водоемов в провинции Цзэнси особенно хорошо сохранились древние поселения. Более 400 из них входят в официальный список исторических достопримечательностей Поднебесной. В провинцию Гойчжоу часто едут путешественники, которых интересуют древние обычаи малых народностей Китая. Например, в поселок Яушань, где живут представители этнической группы Яо. Чтобы привлечь туда больше туристов, власти позаботились об инфраструктуре и развлечениях для путешественников. Здесь ценители древних традиций могут остановиться в гостевых домах и посетить ремесленные мастер-классы. Государственная поддержка помогает местным жителям больше зарабатывать и сохранять традиционный уклад. Среди китайских фотографов очень популярны поездки в городской уезд Махэ, самый северный в КНР. Здесь особенно высоки шансы увидеть полярное сияние. Разноцветные переливы на небе иногда дополняют льдины, плывущие по Амуру. И пейзаж становится особенно впечатляющим. В ушедшем году редкий феномен наблюдали в Махэ несколько раз. Мы увидели северное сияние в первую же ночь после нашего приезда. Вначале появилось красное свечение. Примерно через полчаса оно потускнело, и мы уже думали, что все закончилось. Но тут небо окрасилось в зеленый. Было потрясающе красиво. Путешественники из-за границы проявляют не меньший интерес к красотам Поднебесной. Когда коронавирус отступил, китайские власти пошли навстречу иностранным туристам и стали выдавать им все типы виз по допандемийным правилам. Теперь в КНР снова едет много гостей из-за рубежа. Одна из самых популярных достопримечательностей – шанхайский Диснейленд, где царит атмосфера культурного многообразия. Здесь можно увидеть европейские наряды и традиционные костюмы из Поднебесной, тыквы в честь Хэллоуина и 12 мозаик, которые представляют знаменитых диснеевских героев в виде китайских знаков зодиака. Всегда хотела попасть именно в шанхайский Диснейленд. Я много о нем слышала, поэтому очень рада, что наконец сюда приехала. Подъем туризма стал мощным стимулом для развития торговли и экономического роста КНР, поэтому китайские власти активно привлекают путешественников как из Поднебесной, так и из других стран. Редактор субтитров А.Семкин